В Бельгии вторник будет объявлен днем траура по жертвам наводнения. В стране погибли более 20 человек. Еще столько же сейчас числятся пропавшими без вести. После этого в среду в стране будет национальный праздник, день присяги короля, но его проведут совсем в сокращенном формате. Из-за траура, из-за коронавируса, из-за того, что военные, которые должны были участвовать в параде, сейчас занимаются спасательными работами. Природную катастрофу в Бельгии называют крупнейшие за 100 лет. Тысячи человек не могут вернуться в свои дома и находятся в центрах для эвакуированных. А жители многих населенных пунктов, наоборот, отрезаны от транспортных путей. Наш сын двое суток провел на втором этаже с еще пятью детьми и двумя взрослыми, которые о них хорошо заботились. К счастью, сегодня он снова с нами. В Нидерландах наводнение привело к прорыву дамбы на юге страны. Около 10 тысяч человек получили приказ об эвакуации. Стражи порядка и военные оцепили районы, где ситуация становится опасной. Я приехала к матери, хотела помочь ей, но меня не пускают. Я смогла до нее дозвониться, узнать, как она собирается и что будет делать дальше. Но очень неприятно, что мне не позволяют помочь ей. Военные спасатели и добровольцы строят новые дамбы и укрепляют берега речек и каналов мешками с песком.